Всех приветствую на моем канале. В сети появились первые изображения следующего поколения популярного кроссовера Kia Sportage. Kia Sportage следующего поколения должен быть официально представлен в первом полугодии следующего года. Кроссовер будет построен на базе новой платформы, той же, что легла в основу нового поколения Hyundai Tucson. Официальная премьера последнего состоялась несколько дней назад. Автомобили будут полностью технически идентичны друг друга, однако заметно отличаться с точки зрения внешнего вида. Новый Kia Sportage сохранит узнаваемый силуэт, в то же время его экстерьер будет приведен к современному корпоративному стилю марки. Дизайн передка автомобиля будет иметь сходство с последним поколением Kia Sorento. Автомобиль получит более классическую переднюю оптику. Передние фары Sportage актуального поколения вызывали множество споров. Некоторым они нравились, некоторым нет. Более классическое решение передка позволит удовлетворить вкусы более широкого круга потенциальных покупателей. Фары вместе с решеткой радиатора будут составлять единую композицию. Сама оптика будет полностью светодиодной. Противотуманные фонари уменьшатся в размерах и будут скрыты, а не выставлены на показ как у актуального поколения автомобиля. Профиль автомобиля останется узнаваемым. В отличие от соплатформенного Hyundai Tucson, который получил купеобразный силуэт, новый Kia Sportage останется классическим универсалом. Кроме того, его боковая линия не будет содержать такого большого числа сложных выштамповок, как и получил новый Tucson. По сравнению с последним, новый вид Sportage получился более классическим. Очевидно, таким образом в концерне решили разнести автомобили по разным рыночным нишам. Сзади новый Sportage будет весьма схож с автомобилем текущего поколения. Однако его задние фонари поменяют форму. Так же, как и у последнего Tucson, его оптика будет разделена на два явных сегмента. Элементы фонаря, расположенные на заднем крыле и крышке багажника, будут разграничены между собой. Так же, как и у текущей модели, сами фонари будут соединены между собой светодиодной перемычкой. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам дизайн нового Sportage? Нравится ли он вам или нет? И почему? Что касается интерьера автомобиля, то он будет представлять собой уменьшенную копию того, который получил новый Kia Sorento. В простых комплектациях у нового Sportage будут аналоговые приборы. За доплату же будет предлагаться полностью цифровой приборный щиток, внешний вид которого водитель сможет настраивать самостоятельно. Диагональ приборного щитка будет составлять 10,25 дюйма. По центру расположится экран мультимедийной системы. В зависимости от исполнения, его диагональ будет составлять 8 или 10,25 дюйма. Блок климат-контроля станет частично сенсорным. Выбор режимов автоматической коробки передачи будет выполняться с помощью шайбы на центральном тоннеле. За доплату будет предлагаться амбиентная подсветка салона с большим выбором цветовых оттенков подсветки. У базы у машины будет 7 подушек безопасности, включая расположенную между водителем и передним пассажиром, который будет предотвращать их сталкивание между собой при ДТП. Автомобиль сможет оснащаться трехзонным климат-контролем. Также в качестве опции будет предлагаться вентиляция передних сидений и подогрев заднего дивана. Новый кроссовер будет доступен как в переднеприводном, так и полноприводном исполнении. У полноприводного Kia Sportage задняя ось будет подключаться с помощью муфты. При этом владелец таких автомобилей сможет вручную выбирать режим работы полного привода, в зависимости от его поверхности. Автомобиль будет оснащаться передней подвеской типа Macpherson и задней многорычажкой. В качестве опции будут предлагаться адаптивные амортизаторы. Кроссовер будет оснащаться адаптивным круиз-контролем с системой автоматического торможения и удержания автомобиля в полосе, а также системой для распознавания дорожных знаков и пешеходов. В качестве опции будет предлагаться система камер кругового обзора и автопарковщик. Последнюю можно будет воспользоваться дистанционно с помощью смартфона. Для кроссовера будет предлагаться широкая гамма силовых агрегатов. Причем на каждом рынке она будет своя собственная. На рынке Северной Америки Sportage будет предлагаться с мотором 2,5 литра, выдающим 190 л.с., аналогичным тому, что у нас ставится на Kia K5. Такой мотор будет сочетаться с 8-ступенчатым автоматом. В России этот мотор станет топовым. Базовым уже станет старый проверенный 2-литровый мотор на 150 л.с. Он будет доступен как с 6-ступенчатой механикой, так и со старым 6-ступенчатым автоматом. На рынке Южной Кореи кроссовер будет предлагаться с 2-литровым дизелем на 186 л.с. В качестве трансмиссии для такой машины будет предлагаться 8-ступенчатый автомат. В Европе Sportage будет предлагаться с максимально широким перечнем моторов. Это бензиновый турбомотор 1,6 на 150 л.с., турбодизель того же объема на 115 л.с. Такие моторы станут базовыми, они будут агрегатироваться с 6-ступенчатой механикой. Также кроссовер будет доступен в виде мягкого гибрида с 48-вольтовым стартер-генератором. Такие автомобили также смогут быть как бензиновыми, так и дизельными. В качестве бензинового мотора будет предлагаться всё тот же турбомотор 1,6 в двух вариантах форсировки на 150 или 180 л.с., либо форсированный до уже 136 л.с. дизель. В качестве трансмиссии будет предлагаться инновационная механика IMT, у которой педаль сцепления не связана со сцеплением механически. И его выжим производится сервоприводами с помощью электроники. В качестве опции будет предлагаться 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. В дальнейшем появится и полностью гибридная силовая установка, аналогичнее тому, что полагается новому Тусану. В её составе будет бензиновый турбомотор 1,6 на 180 л.с., а также 60-сильный электродвигатель, который встроен в 6-ступенчатый автомат. Совокупная мощность такой силовой установки составляет 230 л.с. При этом электромотор будет подключаться лишь на разгоне. На чистой электротяге машина двигаться не сможет. Но будет и более продвинутая гибридная модификация с электромотором большей мощности, который доводит совокупную мощность силовой установки до 265 л.с. и более ёмкой батареей. Такая машина сможет проехать 50 км на чистой электротяге. Продажи нового Kia Sportage должны начаться в конце первого квартала следующего года. В России же он должен появиться во втором полугодии 2021 года. Цены, естественно, станут выше, на 100-200 тысяч рублей в зависимости от исполнения. Если сейчас переднеприводный кроссовер с мотором 2 литра и на механике можно купить менее чем за полтора миллиона, то новинка будет стоить как минимум 1,6 млн. Полноприводное исполнение с автоматом обойдётся как минимум в 1,9 млн. Максимально же нафаршированный Sportage следующего поколения с мотором 2,5 литра и 8-ступенчатым автоматом будет стоить от 2,2 млн. до 2,5 млн. в зависимости от комплектации. На данный момент это вся информация о новинке. Как только появятся новые сведения, я немедленно запишу видео и расскажу о них. Поэтому подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход нового выпуска. Также прошу вас поддержать меня и поставить этому видео лайк. Огромное вам спасибо за просмотр, удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok